Но прежде всего я хочу сказать о том, что очень сегодня важная, нужная и полезная конференция. Так как мы пошли на встречу и наша администрация понимает, чем нам надо заниматься и с вами сотрудничать. Но прежде всего очень хорошо, что, ну по крайней мере мы услышали, что вам 15 лет, а нам 3 месяца. То есть мы созданы 23 июля этого года. У вас знак очень растения такого серьезного, который везде растет, а мы на 23 это как раз знак зодиака льва. То есть мы хотим, мы сейчас не львы, но маленькие львята, но хотим дальше работать. Я хочу сказать, что вот из более 30 общественных организаций, которые созданы в нашем городе, в совет вошли 14 организаций. Да, те, кто сдали ту документацию, которую нужно было сдать, работали мы все в законодательном поле. По крайней мере сегодня в городе, ну так вот, есть желтоводская местная организация всеукраинской экологической лиги. Есть громадская, называется громадская организация места жевтой воды, проспилки желтоводского водоканала, казацкий полк, желтоводская инициатива, незалежная проспилка горняков Украины, люстрационные комиссии, желтоводское объединение рыбалок. То есть вот создали мы 13 организаций, создались они 13, и теперь у нас сразу возник вопрос, а чем мы будем заниматься? Мы действительно, наша основная задача, я так понимаю, мы должны заслужить доверие жителей конкретно нашего города, вот чтобы они поверили в нас. А чтобы поверили, мы должны работать. Так вот, первый вопрос, когда мы нас уже утвердили, положение, регламент, возник вопрос о том, что, какой план работы. Вот мы взяли все программы желтоводского городского совета, и вроде бы очень важные программы, их 24, и мы все решили в них поучаствовать в этих программах. Но поняли, что все-таки каждую программу, чтобы, по крайней мере, сказать что-то полезное исполкому, так как мы созданы Громадская Рада при исполкоме, надо ее изучить, проработать, посмотреть, какие проблемные вопросы, чтобы что-то полезное сказать. Не всегда мы это можем, так как нам еще три месяца. Тем не менее, тем не менее, что я, тем не менее, значит, ну, по крайней мере, какой, и мы поняли, что программу мы всю не охватим сразу, всю исполкомовскую, а мы будем смотреть, как люди к нам обращаются, с какими проблемами, организации, которые у нас есть, с какими проблемами они организаются, и мы их будем обсуждать, будем изучать и будем по этим программам работать. Что, по крайней мере, уже приятно положительное. Значит, исполком было сказано, уже на сессии был принят бюджет участия. Это на 2017 год 500 тысяч гривен, и, значит, участвовали общественные организации, и после того, как был проведен фандрейзинг, мы научились писать хоть как-то проекты, хоть как-то. Ну, из шести организаций, которые выиграли, четыре уже наши мы выиграли, четыре проекта выиграны. Значит, проект, значит, я и председатель, но меня делегировали от Желтоводского общества рыбаков. Вот мы выиграли на первом месте с большим отрывом. У нас уже 560 человек, общество рыбаков, это не только рыбная ловля, это экологические вопросы. Это, во-первых, жемчужина нашего города, это наш водоем на Веселой Ивановке. Мы очистили его, мы благоустроили его. Сейчас мы делаем, вот выиграли проект, на котором мы поставим детскую площадку, чтобы могли отдыхать, а детки играют на детской площадке. Взрослым надо, мы делаем хорошую волейбольную площадку, чтобы они отдыхали на волейбольной площадке. То есть поехать на Ингулец далеко, на море, действительно, еще дальше. А теперь отдыхают. Вот этот год было приятно. Приходишь на водоем на наш и смотришь, как детки, мамы, папы, и детки играют в мячик, и они купаются, они загорают. Это место единственное, и мы чувствуем, что наше общество рыбаков это сделало, выиграло этот проект, и это плюс. Второй проект был выигран нашей молодью. Молодь, но молодь, она впереди всегда должна, завтра у них будет очень серьезная конференция, или как они ее там называют, по крайней мере. Они выиграли... Вместо жертвевода, так. Вот. Поэтому тоже нашей организации. Третий, значит, наша экологическая лига. Они выиграли проект, конечно, он очень сложный, он нужный, это борьба с амброзией. Вот они составили проект и хотят, по крайней мере, сделать первый шаг в 2017 году, чтобы мы очистили город от амброзии. Уж всю, не всю, но, по крайней мере, очистили. Четвертый проект, это наши казаки выиграли тоже, поучаствовали, и, ну, будут... Это огромный шаг вперед, который мы сделали, я считаю, даже за три месяца. Теперь, вторая проблема, вторая проблема, вот с которой мы столкнулись, я хотел бы услышать, как у вас это, например. Не только участвовать в проектах с донорами, чтобы получать деньги, но вот вторая проблема, предположим, наша одна из общественных организаций по Восток-Руде, сказали о том, что в городе ликвидируется, у нас проблема с инвалидами, и ликвидируется МСЭК, то есть, та организация, которая занималась инвалидами. Она у нас всегда была, и вдруг это решили, ну как, не вдруг, решили, что она не нужна, мы по кусту будем подчиняться Днепропетровску, вот будем ездить, или в Кривому Рогу будем подчиняться, туда будут все инвалиды ездить, первой, второй, третьей группы. Мы показали все материалы, изучили, значит, уже куда дальше. Мы обратились на сессию, сессия проголосовала о том, что нам надо оставить МСЭК. Написали два письма обращения в Минздрав по данному вопросу, написали в областную администрацию в Днепропетровск, и в конечном итоге ни оттуда, ни оттуда нет ответа. И мы провели такую работу, мы, по крайней мере, обозначили, что это есть проблема, а в конечном итоге даже ответа не получили, СЭК наш ликвидировали и передали в Кривой Рог. Вот это нам по рукам ударило. И поэтому на сегодня, на сегодня, вот хотелось бы услышать, может быть, надо было обратиться к вам. Вот я считал, что надо было поехать в Днепропетровск, в областную администрацию, в делегации. Но за это, ну это нужны деньги, потому что мы начали, мы правда все альтруисты, это хорошо, но в любом случае нужны деньги для того, чтобы, по крайней мере, переделывать, как говорят многие, этим дел. Надо было поехать в Минздрав, постучаться к замминистра и сказать, дайте нам хотя бы ответ на наш вопрос. Вот все наши реквизиты, вот все наши доказательства. Но, тем не менее, эта проблема была не решена. Теперь следующая проблема, которой мы столкнулись, это когда тарифы на водоподготовку и водоотведение нашего города. Значит, обратились, значит, и в городской совет. Была создана комиссия по расчету вот этих тарифов, которые новые. Ну, по крайней мере, три цифры. Значит, у нас тариф 19,50, хоть один из самых больших на Украине на водоподготовку и водоотведение. Водоканал предлагает 29,50, а наша комиссия поработала, а я был в составе комиссии от Громадской Рады. Мы сказали, нет, хотя бы 21,50 надо. И куда мы направили наши все предложения? В НКРЕ. НКРЕ напрямую подчиняется президенту. И вот на сегодня опять проблема. Мы направили свои предложения в НКРЕ, чтобы был аудит проведен, чтобы соответствующие специалисты посмотрели и сказали, что это много или мало. По крайней мере, эти 30 гривен, если 19,50, хотя 30, а мы говорим, нет, этого не должно быть. Потому что, во-первых, вокруг городов такого нету и у нас такое не бывает. Но, тем не менее, направили в НКРЕ и опять пока этот вопрос повис. Что дальше надо делать? Надо ехать в НКРЕ. Надо, что надо дальше? По идее, нужно аудит, чтобы была сюда прислана комиссия специалистов, а не только кого было назначено, и которые должны сказать, правильно это или неправильно. Но на сегодня этот вопрос пока еще повис в воздухе, еще пока не ликвидирован МСЭК, а тарифы новые на 2017 год не обозначены. Но, тем не менее, это проблема. Теперь обратился житель города, что и должно быть, и говорит, вы посмотрите на нашу общественную организацию. На сайте водоканал вывешивает ежемесячно качество воды по бактериологическим и санитаро-химическим показателям. Ежемесячно. Так, говорит, вы посмотрите, они же сами показывают, что по перманганатокисляемостью ряда канцерогенных веществ, хлороформы и другие, они превышают норму ДЕРСАНПИН и ДСТУ. Они сами про себя говорят, они превышают эту ту воду питьевую, которую они подают в четвертой насосной. Мы просмотрели это на нашей громадской ради, написали протокол, сейчас обратились в исполком, чтобы действительно объяснились. Потому что за этим стоит очень, ну, во-первых, то, что мы недоброкачественную воду получаем, а второе, по постановлению Кабинета Министров, 20% они должны вернуть всему населению города за недоброкачественно поставляемую воду. А это, значит, уже если этот год только с февраля по сентябрь, а это уже более 2 миллионов гривен, это большие деньги, которые они должны вернуть. Но как дальше процедура? Ведь надо обращаться в суд. То есть, но тем не менее, эта проблема уже определена и она вот на сегодня у нас обозначена. Вот такие проблемы у нас возникают, которые мы хотим их решать. И в заключении я опять же хочу сказать, что хотим мы работать, хотим общаться, хотим учиться, хотим участвовать в новых проектах. И решать проблемы те, которые перед нами стоят. Продолжение следует...